Здравствуйте! В эфире программа День города. С вами Анна Герцовская. Мои коллеги, репортеры телекомпании «Город» приготовили для вас новости нашего региона. И сейчас коротко о главном. Ловись рыбка большая и маленькая. Сотрудники госохотнодзора попались на браконьерстве. Новый главный архитектор города Рязани в свободное время ведет свой блог и увлекается музыкой. Скоро потепление. Над головой у рязанцев нависла новая опасность. Стали известны новые подробности новогодних праздников. Как оказалось, сотрудники госохотнодзора могут не только защищать природу и выполнять свои прямые обязанности, но встать по другую сторону баррикад. Подробнее обо всем в эксклюзивном материале Натальи Новиковой. Совсем не новогодняя история произошла в нашем городе накануне главного праздника россиян. Как оказалось, далеко не все 31 декабря с товарищами ходят в баню, а потом попадают в курьезные ситуации. Некоторые ходят на рыбалку. А вот вместо улова рыбы приносят кучу проблем. Причем как себе, так и окружающим. В нашу редакцию обратились люди, которые пострадали во время, казалось бы, абсолютно безобидного и приятного зимнего времяпрепровождения. 31 декабря я на снегоходе поехал на рыбалку на озеро Велия. Это райзианский район возле поселка Шумыш. При подъезде к рыбакам, я подъехал к первым рыбакам, которые стояли у лунки. Стояло двое человек. Я к ним подъехал. У них лежала рыба. У одного из них была в руках острога. Что такое? Острога – это запрещенное орудие лова. Им нельзя. Можно только с очком. Озеро горело. Когда рыба задыхается, она выходит, ловит с очками. А вот у этих людей была острога. И что меня удивило, то, что это люди были госинспектора по охоте. По словам Максима, опознать и оказалось бы блюстителей природоохранного закона ему труда не составило. Несмотря на то, что никаких значков на данный момента на них не было. Мужчина раньше работал в рыбнадзоре и нарушителей знал, что называется в лицо. Конечно, он немало удивился и поступил, как и полагается законопослушному гражданину. Я ему сделал замечание. Ребята, как же вы так поступаете? Вы же госинспектора. Вы сами же ездили, отнимаете остроги, боретесь с этим, а сами стоите и занимаетесь ерундой. Как рассказал мужчина, инспекторы на замечание лишь ухмыльнулись и значение праведному гневу не придали. А после попыток Максима снять злодеяние на телефон и вовсе на него набросились. В итоге, как оказалось, запрещенное орудие лова, которое, кстати, представляет из себя гарпун, может покалечить не только рыбу, но и человека. В результате драки мужчине пришлось зашивать в больнице руку. Заступился проходящий мимо житель соседней деревни, который стал растаскивать навалившихся на него сотрудников госохотнадзора. В результате охоты инспекторам тоже досталось. Свидетелей как драки, так и браконьерства было достаточно. Была вызвана полиция и рыбнадзор. По сообщению лиц, по сообщению лиц, в отношении вас ведется административный расследование. Я должен с вас объяснить. Я отказываюсь. Вы отказываете. Да. По телефону нам удалось пообщаться с госинспектором по рыбнадзору, который прибыл на место происшествия. По месту прибытия выйдет в такую ситуацию, что как бы нелицеприятная для меня. Вот как бы вот я инспектор тоже, да. Но они такие же инспектора, как и я. Данные люди находились на водоеме и производили незаконный лов рыбы запрещенным орудованием. По словам госавтоинспектора Сергей Чубарыкин и Сергей Кузин, нарушающие не только природный баланс, но и букву закона, уличались в подобных деяниях не раз. Но, несмотря на напутствие нотации, выводов не сделали. Теперь им грозит наказание. А самое удивительное, что осенью этого года один из нарушителей стал героем авторской программы нашей телекомпании, в которой он рассказал о том, как долго шел к своей профессии, что любовь к природе привита ему с детства, а также о том, как важно сохранить животный и растительный мир для следующих поколений и наказывать браконьеров. Как говорится, живем в России. Если охраной не заниматься, то в конечном итоге можно остаться без всего без этого. Без деревьев, без животных. Надо, как говорится, что-то оставить после себя. Но живем мы действительно в России. И если даже сотрудники госоходнадзора позволяют себе подобные поступки, то, наверное, совсем неплохо лишний раз задуматься о том, что мы делаем, на что закрываем глаза и что нужно изменить. Причем, пожалуй, в первую очередь в себе. Снегопад и мороз. Сейчас только на эти погодные явления обращают внимание рязанцы. Но не за горами потепления. К выходным синоптики обещают повышение температуры до минус двух градусов. Тогда обострится другой вопрос. Падение снега и сосулек с крыш зданий. Как сейчас обстоят дела в Рязани с предотвращением этих явлений и предупреждением трагедий в следующем репортаже. Падающий снег и смерзшиеся глыбы льда. Эта опасность может подстерегать в любом районе города. В случае травмирования и даже гибели людей от падения с крыш глыб льда нередки в стране. Печальная история знает и наш город. Вспомним 2013 год. Тогда в марте упавший с крыши дома по улице Есенина глыбы льда убила пожилую женщину. Она скончалась, не приходя в сознание. Месяцем позднее возле подъезда многоквартирного дома по улице Семашка сосулька с крыши упала на коляску с ребенком. Младенец тогда пострадал, но остался жив. Во многом благодаря тому, что гулявшая с ним бабушка успела вовремя среагировать. Налить заделы только край коляски. Младенец выпал и получил незначительные телесные повреждения. Кто же несет ответственность за чистку крыш и кто отвечает, если пострадали люди? У нас были примеры, когда падение сосулек вызывало причинение вреда здоровью граждан и в том числе падение на автомашины. В данной ситуации применим норму закона защиты прав потребителей, поскольку все мы как потребители платим за содержание многоквартирных домов. И часть вашей квартплаты идет именно на то, чтобы в зимний период очищались от снега и наледи крыши. Статья 161 ЖК РФ говорит о том, что управление многоквартирным домом осуществляет управляющая организация. Та же статья устанавливает, что она должна обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, а также надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме. В соответствии с договором об управлении общим имуществом, управляющая компания обязана обеспечить надлежащее состояние крыши дома и вовремя убирать с нее снег. И если она этого не делает, то несет гражданско-правовую ответственность. Напомним, что данная категория дел подпадает под действие закона защиты прав потребителей и вы при этом не оплачиваете государственную пошлину. При цене иска до 50 тысяч рублей вы обращаетесь за судебной защитой к мировым судьям. Свыше 50 тысяч рублей данная категория дел рассматривается районными судами. Если вы пострадали от упавшей сверху льдины, ущерб должна возмещать именно управляющая компания. Алгоритм действий пострадавшего должен быть следующим. Если вашему имуществу причинен вред или вашему здоровью, вы его оцениваете. Потери трудоспособности вашей, потери в зарплате, различные приобретенные медикаменты для лечения. В дальнейшем можно предъявить соответствующие требования той организации, которая несет ответственность за эксплуатацию нового квартирного дома. Если на вашу машину упал снег, повредил или льдом разбит лобовое стекло, повреждено лакрасочное покрытие, вы вправе предъявить требования после проведения независимой экспертизы. Но чтобы избежать всей этой волокиты и сохранить собственные нервы и здоровье, все же старайтесь быть осторожнее. По возможности не ходите рядом со стенами зданий и жилых домов. Не паркуйте свой автомобиль вплотную к ним. Всегда смотрите, не свисают ли с крыши или водостока сосульки. Тогда вы сможете избежать травм и увечий. Новым главным архитектором Рязани станет Дмитрий Васильченко. Ранее эту должность занимала Наталья Харибутова, которая в настоящее время находится под арестом в СИЗО. Она обвиняется в получении крупной взятки и незаконном оказании услуг имущественного характера. Новый же начальник управления градостроительства и архитектуры администрации Рязани Дмитрий Васильченко проделал большой путь, был главным архитектором аэрокомплекса Домодедова. Занимался градостроительным проектированием и проектированием комплексного благоустройства территорий Московской области. Он заслуженный работник Москомархитектуры, профессор Международной академии архитектуры, член Совета главных художников городов России, член Союза архитекторов Москвы, Союза дизайнеров России. Как выяснилось, Дмитрий Васильченко является и музыкантом-видеоблогером. Уже больше 30 лет я пишу песни. Для меня это очень важная часть моей жизни. Я всегда старался писать не тексты к песням, а именно стихи. Немаловажна для меня и музыка. За много лет я сумел создать дома небольшую студию с синтезаторами, гитарами, с тем, чтобы оркестровать свои песни. Так что новый главный архитектор Рязани является разносторонней личностью с множеством талантов. Есть вероятность того, что он привнесет свежие ноты и в архитектуру нашего города. К другим темам. В этом году в Рязани были задержаны 5 человек, которые причастны к незаконному обороту наркотиков, как синтетического, так и растительного происхождения. В общей сложности у них изъято более 200 грамм опасных веществ. Подробности в следующем материале. Разный возраст, профессии и даже населенный пункт. Но общее все же есть. Это незаконный оборот наркотиков. В начале 2017 года в Рязани области сотрудниками полиции задержаны 5 человек. Трое из них причастны к обороту синтетических веществ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны 33-летняя рязанка, которая незаконно хранила при себе 1,3 грамма сильнодействующего синтетического наркотика. У 23-летнего рязанца обнаружили самодельный контейнер с 3,7 граммом наркотического средства. А 22-летний ранее судимый рязанец незаконно хранил при себе более 4 граммов героина. Еще двое задержанных незаконно хранили крупные партии растительных наркотических средств. Их объем в несколько раз превышает изъятые синтетические. В городе Ряжске у 27-летнего местного жителя сотрудники полиции обнаружили пакет с растительной смесью. Экспертиза установила, что мужчина незаконно хранил 106 граммов наркотика растительного происхождения – марихуаны. В селе Тырново Пронского района у 26-летнего местного жителя в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружили более 129 граммов марихуаны. В данный момент сотрудники полиции выясняют происхождение изъятых веществ. В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой грозит наказание в виде лишения свободы, на срок до 10 лет. В России система «Эроглонас» станет обязательной для всех новых автомобилей. Неважно, привезена машина из-за границы или произведена в нашей стране. У легковых автомобилей система будет оснащена функцией автоматического оповещения о ДТП. Для коммерческой техники достаточно ручного оповещения при помощи кнопки. Как это отразится на цене машин и безопасности граждан в репортаже Галины Ершовой. Новый год принес подарки не только детям, но и автолюбителям. В силу вступил закон, по которому на машинах, произведенных на территории России, начиная с 2017 года, должна быть обязательно установлена система «Эроглонас». Это маленькая коробочка, благодаря которой, по прогнозам разработчиков, время оказания помощи при авариях сократится на 30%, что позволит ежегодно спасать более 4000 человеческих жизней. Снопочка «СОС». Соответственно, при ее нажатии срабатывает индикатор, да, то есть человек видит, при какой-то аварийной ситуации срабатывает индикатор, и на панели сразу высвечивается карта, да, то есть эта система начинает, ну скажем так, позиционировать себя, то есть машину позиционировать в том месте, где, скажем так, произошла какая-то там поломка. Бортовое устройство подает через интернет сигнал «СОС», который включает точные координаты места происшествия, количество пристегнутых пассажиров, данные об аварии и автомобиле. Приняв сигнал бедствия, сотрудник колл-центра должен позвонить на бортовое устройство и выяснить, что конкретно произошло. Если никто не ответит, он отправит по точным координатам бригады спасателей и медиков. Притом последним, чтобы прибыть на место, дается 20 минут. Уникальная система начала внедряться еще летом, она была установлена на автомобиле «Лада Веста». Вскоре волшебная коробочка появится и на других машинах, однако нововведение отразится на стоимости новых авто. Предполагается небольшое удорожание, но это будет не глобально. То есть это будут, скажем так, минимальные какие-то размеры, там от 10 до 30 тысяч рублей, в зависимости от того, какой мы автомобиль с вами будем рассматривать. Дело в том, что перед установкой система должна пройти тесты на конкретные марки автомобиля. В ходе краш-теста придется разбить несколько экземпляров машин. Из-за этого с российского рынка могут исчезнуть редкие и дорогостоящие модели. А вот желающим приобрести экономичное авто опасаться нечего. Выбор марок останется таким же широким, как и раньше. К тому же нововведение не коснется автомобилей прошлых лет выпуска. При постановке, скажем так, в органах ГИБДД проблем никаких клиентов не будет возникать. То есть их зарегистрируют и с них никто не будет требовать, скажем так, эту систему устанавливать. Таким образом, внедрение новой системы не доставит особого дискомфорта гражданам. А вот станет ли она по-настоящему полезной, покажет время. На данный момент это все новости. Следите за событиями на нашем сайте и официальных группах в соцсетях. Удачи вам и хорошего настроения. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok